Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео моих находок в секонд-хенде, сокровищ моих так называемых. Вот это вот общая картина. Давайте я немножко это все отодвину, и мы начнем показ. Ну что ж, давайте начнем с самых простых вещей, самых таких незатейливых, но тем не менее интересных и симпатичных. Я, кстати, все вот экспериментирую с фоном. Надеюсь, что эта подложка будет удачная. Она белая, она не блестящая, не яркая. В общем, на ней все хорошо видно. Плюс, надеюсь, что не будет слышно грохота бус и вообще металла в нее. Значит, я начинаю с броши. Она очень похожа на серебряную, но она не серебряная. Брошечка симпатичная, очень миленькая. Никакой особой ценности она не представляет. Я вам сейчас покажу обратную сторону. Постегнем. Видите, никаких маркировок на ней нету, ничего как бы определенного, конкретного. Но мне она очень понравилась именно своей простотой. Какой-то вот такой, знаете, цветочек с цветочками. Довольно незатейливым, но миленькая. И мне понравился цвет металла. Такой, знаете, брошировка красивая. Очень нежные белые кристаллики в центре. В общем, симпатичная брошечка. Насчет возраста не скажу. Я думаю, что она не старенькая. Хотя, очень трудно это определить и понять. Иногда бывает, но вот обратная сторона довольно такая симпатичная. И здесь вот, кстати, находятся, видите, клепки. Явно три вот эти вот клепки. Они, видимо, находятся на местах соединения вот этих вот лепестков. Ну, в общем, что говорит о хорошем ее качестве. Вот такая первая брошечка. Вторая брошка. Я, видите, на некоторых вещах я оставляю ценник. Некоторые я уже носила. А некоторые просто ценник снимаю. По причине... Не знаю, просто иногда снимаю. А некоторые вот ценник оставляю. Значит, вот это вот стоило 6 долларов. Не дешево. Как бы понять, почему ставятся такие цены в нашем секунде. Вот, видите, где я покупаю? Value Village. Девочки, кто живет в Канаде, вы знаете, что это за магазины. Это непрофитные, non-profitable second-hand, которые как бы не получают прибыль. И цены как бы устанавливаются совершенно... Ну, кто-то... Иногда это люди, которые что-то понимают, по-моему, ставят цены. Иногда просто так от фонаря. Давайте я ее сниму с этой бумажки. Вот такая вот симпатичная брошечка. Я не нашла никаких маркировок. Я не нашла про нее ничего в интернете. Она очень похожа на винтажную брошку. Вот с обратной стороны. Видите? Обратная сторона. Никаких маркировочек. Но, в принципе, она выглядит довольно... Качественная. И поэтому, мне кажется, что вполне может быть винтажная. Вот. Нету маркировок. Не нашла. Сама брошка очень милая. Не затейливая такая. Ну, в общем, такая типичная брошечка для винтажных брошечек. Белые кристаллы. Золотые какие-то листики. В общем, маршировка на ней. Ну, вот такая вот симпатяга. Вот. Стоила, как я вам уже сказала, 6 долларов. Не знаю, почему так решили ребята, которые устанавливают цены в магазине. Но очень миленькая брошечка. Я довольна. Вполне ей довольна. Следующая вещь – это браслет. Большой такой змеиный браслет. Я вообще, если честно, очень люблю. Давайте я немножко уменьшу. Получается очень крупно. Я вообще очень люблю браслеты и кольца в виде змей. Вот, не знаю, нравится мне этот стиль. Значит, здесь у меня тоже ценник. Стоил это 5 долларов. Тоже немало. Давайте его снимем. Нашла я в продаже этот браслет в интернете. Вернее, в проданных я нашла его в интернете. Он продавался как браслет 80-х. Винтажный браслет 80-х. Ну, я не знаю, 80-х или каких. Но, во всяком случае, вот выглядит он вот таким вот образом. Как лучше его показать. Все камушки на месте. Очень симпатичные такие сиреневые стразы. Интересно тоже сделан металл под змею. Вот именно, вот так вот сделан, как именно чешуя змей. Внутри вот такие вот, вот так вот сделаны, вот такие вот углубления. Видимо, вот эти углубления, в которых посажены камушки. Видите, внутри они сделаны вот таким вот образом. И он раскрывается. Где же, где же? Вот здесь раскрывается. Браслет на пружинке. Я обычно всегда потом примеряю, так сказать, издали немножко показываю, как он выглядит на руке. Но вот, во всяком случае, первая примерка, чтобы вы видели. Хорошо так сидит. Он немножко овальной формы, не круглый. В общем, зловещая такая змеюка. Здесь у нее еще глазки какие-то, видите, черные. Давайте покажу вам. Вот, видите, тут у нее еще кристаллики глазки. Два черных кристаллика. Ну, в общем, вот такая вот змея. Вот такая вот змея. 2,99 всего лишь они ее оценили. Всего лишь 3 доллара. Хотя, на мой взгляд, она намного ценнее, чем вот эта брошь. Хотя, может быть, я не очень понимаю. У меня стул скрипит, на котором я сижу. Я надеюсь, что вам это не очень мешает. Вот, 2,99. Очень мне понравилась эта брошь. Необычная, правда? Такая странная, странный такой фасон. Я даже затрудняюсь определить, к какому стилю она относится. Может быть, немножко арт-деко. Может быть, такой мид-сенчуи модерн 60-х годов. Это пластик. Вот. Вот такая вот интересная брошечка. Прикольная. Такая, знаете. Я думаю, если честно, что она году в 70-х. Вот почему-то в 80-х. Почему-то мне так кажется. Значит, это брошь компании 1928. Вот я вам показываю обратную сторону. И вы сразу в этом убедитесь. Как бы, поэтому мне странно, что оценили ее всего лишь 3 доллара. Дешевле, чем брошь, которая, в принципе, совершенно как бы не относится никакому компании. Во всяком случае, неопределяемый бренд. И я люблю такие броши. Именно мне она нравится тем, что она необычная. Красивые цвета такие, знаете, необычные. Ну, в общем, симпатичная брошь. Очень даже приятная. Хорошенькая брошечка. Дальше у меня комплект. Это клипсы и брошь. И это компания Sarah Coventry. Здесь плохо видно, но здесь есть маркировка. Вот здесь вот под иголочкой. А вот на брошь, на клипсах прям, я не знаю, видно вам хорошо или не очень. Здесь написано Sarah Coventry и знак Copyright OC. Тоже находила я в продаже эти комплекты. Они не очень дорого за них просят. Но вот я сняла цену. В принципе, их тоже продавали в Value Village в Second. Три доллара за брошку и три доллара за клипсы. И я тоже удивилась, что, в принципе, это как бы маркированное украшение. И вот так вот дешево они его выставили. Ну, в общем-то, незатейливая такая композиция. Ну, очень симпатичная. Причем, вы знаете, удивительно и брошь, и клипсы все одного размера. Обычно брошь крупнее, клипсы мельче. А здесь вот так вот. Так вот они сделали вот такой дизайн. Вот это обратная сторона. Вот здесь, видите, есть маркировочка. Маленькая такая брошечка, симпатичная. Ну, очень-очень приятная. И вот эти вот клипсы. Так вот выглядит обратная сторона. Кстати, обратите внимание, что обратная сторона тоже сделана не просто гладкая, ровная. А на ней тоже есть как будто бы вот жилки-прожилки листиков. Это очень прикольно и здорово. Классно, молодцы. Ну, и с этой стороны. Да, собственно говоря, наверное, прожилки видны просто потому, что они отпечатались с этой стороны. А не потому, что их специально делали. Да, ну, в общем, не важно. Жемчужинки целенькие. Очень хорошо сохранившиеся украшения. Я думаю, тоже относятся, не знаю, наверное, 70-е где-то. Вот так, мне кажется, по фасону, по тому, как это выглядит. Но, может быть, я ошибаюсь. Следующее украшение очень красивое колье. Оно у меня тоже еще с ценой. Стоило оно 4,99-5 долларов. Давайте мы отрежем цену. Посмотрите, какие красивые кабошоны. Прекрасные кабошоны. Прекрасного голубого цвета. Синий-голубого. Такой глубокий синий. Похоже на море или океан. Вот глубина океана. Вот такая вот. Такой красивый люцид. Маркировочек никаких нету. К сожалению, тоже нашла его в продаже. Нету маркировок. Конечно, очень трудно определить. Были и моне такие очень похожие. Вообще, очень много таких 50-х, 60-х годов. Очень много такого типа украшений с люцидом. Разным, без маркировок. Если бывает маркировка, то она обычно бывает на крючке. Но здесь ничего нету. Очень много вот именно моне, три фари делали. Вот такое типа похожее украшение. По-моему, моне не всегда маркировались. Но у них еще бывало вот такой вот, знаете, специальный на конце вот такая подвесочка. Которая, по-моему, была характерна для компании моне. А здесь просто вот такой вот шарик. Так что я думаю, что это не моне и не три фари, ничего такого. Но очень красивое. Оно действительно красивое. Очень хорошо сохранилось, как новое совершенно. Ну, вы знаете, когда крючок, то это удобно, потому что его можно застегнуть за любой элемент. И делать его любой элемент. Такое вот красивое украшение. Последнее украшение. Как всегда, самое необычное украшение загадка. Я оставляю вам последок. Значит, вот у меня есть его цена. 6,99 она стоила. Струдняюсь сказать, что же это. Но посмотрите, какие необыкновенные бусины. Вот, по этим шапочкам очень похоже, что это винтаж. Да, я думаю, что это винтаж. Очень красивая, я думаю, что тоже винтажная застежка. Вот такая вот. Маркировок нету. Что странно, потому что, ну не знаю, мне кажется, что это бусы непростые, если честно. Все бусины разные. Я думаю, что это бусины сделаны ручной работой, потому что они все абсолютно разные. Посмотрите, какие они прекрасные. Я, честно говоря, не могу оторвать свой взгляд от этих бусин. И они не только вызывают у меня какой-то эстетический экстаз, я бы сказала. Ну, может быть, экстаз это слишком громкое слово. Ну, эстетическое удовольствие. Они мне вызывают какую-то, знаете, ассоциацию кофе-мока, мороженое с глиссе. Вот, знаете, плюс еще какие-то золотые вот эти вот посыпаны какими-то золотой стружкой от какого-то шоколада. Или вот что-то такое какао шоколадное с мороженым. Вот такие вот ассоциации. Просто вот какие-то кулинарные ассоциации у меня возникают, глядя на эти бусины. Не знаю, девочки, что это за техника и как они сделаны. Давайте я немножко сейчас подвину подальше. Длины. Между бусинами находятся вот такие вот золотые металлические, тоже брошированные элементы. Значит, я искала-искала. Искала-искала. Еще они напоминают пчелок немножко. Я нашла нечто подобное. Но, вы знаете, я не думаю, что это вот оно и есть, потому что нашла я похожее что-то. Но я не думаю, что это то же самое. Там они были ужасно дорогие. И было написано, что это 20-х годов, украшение 20-х годов. И называлось это Foyled Bit. Foyled Bit Necklace. Foyled – это фольга. То есть, бит – это бусины. То есть, бусины сделаны как-то вот, не знаю, каким-то образом присутствует фольга. Там, в общем, сделаны как-то с помощью фольги. Вы знаете, похожи, но мне кажется, что это не совсем то же самое. Хотя, очень-очень похожи. И стоят они сумасшедших денег в 20-х годах бусы, если это такие же. Но, честно говоря, я не уверена, что это такие же. Мне кажется, что это что-то более позднее. Еще и по застежке, потому что не похожа эта застежка на застежку 20-х годов. Она похожа на что-то более современное. Современная 60-е, может быть, 70-е годы, даже 80-е, может быть. Потому что, во-первых, она очень хорошо сохранилась. Ну и вообще, мне кажется, что она более современная застежечка. Вот. Но они, конечно, классные. Просто такие, знаете, вкусные бусы. Просто не бусы, а объедение. Вот такая красота. Напишите мне, пожалуйста, девочки, если кто-то узнал, что это за... чудо, и как это сделано, и что это такое. Я буду очень благодарна, потому что мне ужасно интересно, что же это за такое творение. Ну что ж, мои дорогие, вот такое у нас сегодня было видео. Ну что, я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, что вы по достоинству оценили мои находки и сокровища. А мы с вами увидимся в следующем видео совсем скоро. Будет это видео примерок, болталок или снова сокровища секонда. То, что вам нравится, то, что вы любите. А на сегодня все. Всем огромный привет из Канады. Всех люблю, целую. Надеюсь, что у вас все хорошо, все в порядке. С вами была ваша Дита. Всем пока, пока, бай.